Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы поиграем в ролеплейную модификацию к армии 3 под названием Altis Life. Итак, тут в тачку садиться, да, сейчас нужно? Да, да, братан, садись там. О, загрузился. Да вообще, что-то слышно очень-очень плохо, тачка шума много дает. Сейчас нормально. Сейчас звук попробую в игре немножко потише сделать. Так, звук. Это че такое? Это вот и самая главная площадь, под базар, лидер, парень. Угу, отлично, я смотрю, тут тачек много. Ну это самое людное место. Сложно, сложно. Что еще можно сделать, так сказать? Нормально, так вообще здесь. Покажи мне паспорт свой. Это как, как, как надо сделать? Колесиком, колесиком. Так? Нет, на меня смотришь и колесиком мышки крутишь, крутишь. И там будут показать паспорт. Сейчас попробую. Че-то нет. А вот, ты тогда крутишь, там, выберет такая, обменил, типа, слева. А, вот все, вижу, да. Все, у тебя Сайлент зовут, да, вот я тебя вижу. Да, все верно. Ну вот, мы теперь знакомы там. Купишь рацию, можешь СНСки мне писать. Вообще отлично, приятно познакомиться. Че, закрыли кого-то? Так. Ага. Так. Вообще, на самом деле, ни хера не понял, что здесь надо сейчас сделать. Но, вообще, тут очень-очень все так оживленно. Блин, сколько всего-то здесь. Сейчас бы все еще поед... Ты че под машиной делаешь, братан? И че, вылезти не можешь? Нет, застрял за нога. Блин, жесть вообще. Так вот здесь рядом тусуется целая группа. Ира. Дальше, ребята. Не слышат. Ща скажу. Так, так, так. Че здесь творится-то вообще? Братаны, братаны. Тут вон, тачка задавила мужика. Встать не может. Звоните в МЧС. А он под машиной, а это под вашей машиной даем. Да, он под машиной даем. Он это вас кричит, что-то. Он зеленый. Он чинит. А, вон полиция подъехала. Ну-ка, надо сейчас подойти и сказать, что творится. Товарищ полицейский. Товарищ полицейский, похоже, не слышит. Так. Че-то говорят, они МЧС надо вызывать. Под машиной валяется. Мужик встать не может. Ну, че происходит-то вообще? Без колеса вообще тачка жесть. Пипец. Да, тут действительно оживленное очень все. Так. Еще что ли игру потише сделать? Капельку совсем. А то что-то сяну громковато, конечно. Так. Нормально. Вот. Вот, теперь. Теперь уже лучше. Да застрял, что ли? Да застрял встать не может вообще. Машину пипецковать. Ну, просто пипец. Ребят, кто отвлечься, может, хотел бы, чтобы мне немножечко помогли освоиться, только прибыл. Вообще не знаю, че почем, куда. Да, все с оружием стояли только что. Разобрались. Тихонько. Блин, вообще беспредел просто полный. Беспредел. Чувака задавили, встать не может. Так мне ничего не объяснили здесь, куда идти, а я сам запутался, в общем, здесь. Хожу, смотрю, тут за ДТП наблюдаю. Рассказать, как, с чего начать, нужна. Так, тут уже отъезжают. Да, новичку, конечно, сложно здесь. Очень сложно. Просто не то слово. О, дела. Дела, делишки. Я вот только прибыл. Хожу тут туда-сюда, наблюдаю, слушаю. Но, че делать, пока никак не возьму в толк. С чего начать? Ну, смотрите, у вас там определенное, за определенное время, как бы, ну, по безработице будет идти деньги, да? Так. Потом, в процессе, вы там покупаете, допустим, газельку или пикапчик, можете, на нем можно начать какую-то деятельность возить. Вот, допустим, там берете пикапчик и идите по ДТП, там, курьерские миссии. Ага. На этом можно. Но это не особо прибыльно, часто говоря. Можно также зарабатывать, добывая медь. Добываете медь, потом едете на переработку, перерабатываете, продаете. О, как? Опять же, есть плюсы, минусы. Плюсы, то, что близко. Минусы, то, что дешево это все. И плюс еще глупые. Вот. Можно железо добывать. Ну, так потому, то есть, в процессе вы можете купить машины, да, какие-нибудь себе, ну, газельку, пусть, эту самую. Или маску, там, да? Вот. И потом уже на нем возить. Естественно, будет получше. Кстати, покажите мне свой паспорт, сколько у вас сейчас денег? Секундочку. Вот так. Не, колесиком покрутите и наведите. Ну, меня колесиком покрутите, паспорт покажите. Не делаю. Слушайте, товарищ. Запрос так, вас никто никуда не тронет, не обидит. Так, показал я паспорт-то. Так. А, чувак, давай с тобой. В чем проблема? Пойдемте со мной. Сколько у вас сейчас денег? В наличии. Сейчас посмотрю. Выходили же вас. Выходили же, там, нарусайте, у меня, по-моему, кто идёт. Ну, ты забыл, что ли, как раз. 50. 50, да? Сейчас, секундочку. Хе-хе-хе. Губкин. Пойдемте. Конечно. Так. Вот вопрос такой интересный у меня наклёвывается. А здесь в органы тяжело попасть вообще? А вот чат-чат. Надо несколько месяцев быть на острове, то есть там правила знать, вот такое вообще. Угу. Хоть, как говорится, хоть чем-то. Я тоже не богат, но всё равно. Благодарство. Я просто тоже до этого был обычным работягой. Да я вот на самом деле впервые вообще даже вот очень слабо знаком с общими, конечно, здесь, как бы так сказать, реалиями. То есть для меня вообще в новинку всё то, что происходит, да, вот здесь. И очень-очень интересно, всё это свежо так воспринимается. Просто в восторге в полном. Ну, просто я вам одно могу сказать точнее. Не доверяйте людям особо. А примеры какие? Здесь какой-нибудь пример простой. Примеры, да. Допустим, вы стоите, добываете, да, к вам подходит человек, о, привет, друг, вот так вот, да, всё ближе-ближе, потом бьёт вас по лицу и в результате похищает. И потом деньги с вас вымогает. То есть всегда быть на чеку обязательно. То есть как бы стараться держаться на расстоянии с такая ситуацией возникает. Да, да, да. Потому что тут верить никому нет, запрос никому. Даже может просто быть ваш друг, но в процессе это не ваш друг, окажется. А как-нибудь есть шанс, допустим, застраховаться, то есть с собой не носить суммы какие-то, определённо держать их на счету в банке? Конечно. С собой вы лучше возьмите тысячи, две, три и всё. Остальные деньги у вас только на карточке. А сейчас мне тогда, что лучше, ну, как бы, с чего лучше начать сейчас тогда в таком случае? Сейчас, секунду. Это у нас тут смена каковая. Вот, сейчас на данный момент вам лучше, конечно, положить... Так, я зовусь, ну... В банк, наверное, сейчас нам деньги положить. Сейчас вы положите деньги вот сюда в банкомат, потому что вас ограбить могут. Вот, лучше положите деньги на банкомат. И тысячи три оставить, да? Да. Затем, вот идёте, видите, белое здание впереди. А, тут они все белые. Нет, вон, вон там вот. А, такой с балкончиком, да? Да, да, да. Ага. Идёте туда и посмотрите, там, я не знаю, почём газель вот эта вот, такая. Можете газельку себе купить и уже с неё начать работать, добывать медь. Ага. То есть вам нужна лицензия на добычу и кирка, нужна вам кирку, можете купить вон там в универмаге. Вот там. Ну, по карте можете посмотреть. А по карте там отмечены, да, где у меня персонаж находится? Или надо отметить самому определять? Я тут тоже отмечу его. И, к сожалению, просто сейчас должен бежать, не могу вам всего объяснить. Тогда быстренько вот я вот сейчас с вами пробегусь, по тому, что вы сказали. Значит, нужно сейчас мне приобрести кирку. Для начала вам нужно положить деньги. Да, деньги положить в банк. Потом вы бежите вот сюда, вот в это здание, посмотрите, почём здесь газель. Так. Потом уже из этого расчёта вы можете купить себе кирка, по-моему, 30... 30... Или... Я уже не помню, сколько. По-моему, 35 тысяч она стоит. Вот. Ну, вы можете узнать, там, придёте в магазин и лицензию на добычу. Всё, вам уж ничего не надо. Угу. Машина, деньги... Ой, машина, кирка и... Лицензия. И лицензия. А лицензию где можно получить? А лицензию вот здесь вот тоже. О, вот здесь вот, видите, двухэтажечки. Вот это дело. Ага. Где бутик груз, и там же вот магазин лицензии правее. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Ну, такие люди у меня искреннее уважение вызывают. Так, теперь бы ещё понять, как здесь взаимодействовать с этим совсем. Братан, как с банком взаимодействовать? Кнопка Windows. Спасибо. Так, ну-ка. Кнопочка, где эта кнопочка? Сейчас бы её ещё найти. Сейчас бы её ещё найти. А из игры-то вообще не выкинет? Ага, вот как. Нормально. Хорошо. Положить сколько всего? Получается 55 тысяч на счету в банке. 200 тысяч положить надо. 197 тысяч надо положить. Вот так вот положить. Отлично. Замечательно. Так. Получается 252 тысячи на счету. Остаётся 3000 при персонаже. Замечательно. С этим... С этим разобрался. Теперь хотя бы не гопанут, коли что. Надо теперь посмотреть, как и рекомендовал сотрудник полиции. Почём газелька? Почём вообще машинки здесь? И от этого уже немножечко так отталкиваться. Может, ты что делаешь? Вода набираю. Ага. Понятно. Здравствуйте. День добр. Можете подсказать, где тут газельку посмотреть, прикупить можно? Да, могу. Открывайте какту. Магазин газельков. 90 тысяч стоит. Благодарствую. Да, это что? Вот мои документы. А зачем мне вот документы? Так. Ещё раз. Как называется магазинчик? Я просто новенький. Магазин грузовиков. Магазин грузовиков так называется. Я сейчас понимаю, что очень туплю, но на карте что-то я сам себя найти не могу. Так. Магазин грузовиков. Ну вот смотрите. Открывайте карту. Так. Выходите в город Кавала. Он находится слева. Нашёл. Там приближаете, находите автомобильный магазин. Вы будете около автомобильного магазина. Там ещё написано бар. Нашёл. Нашёл. Да. Вот, немного отдаляете. Видите, снизу магазин элитных авто. Да, вижу. Надпись банк. Так. И ниже ещё будет магазин грузовиков. Ага, нашёл. Туда как добраться? Это пешочком только бежать, да? Давайте я вас подвезу сейчас. Спасибо большое, спасибо. Ну вот, вообще ништяк. Приветливые люди. Как же такое радует. Просто дикий восторг. О чём говорил, что в этом здании? Чё за шутки тогда? Газельку надо купить? Ё-моё, чё это тут с телефонной будкой-то? Непонятно. Сейчас. Сейчас сбегаю вот до того банкомата и вернусь. Поставьте. Конечно. Сейчас. Ох, какая прелесть. Давно не получал такого искреннего удовольствия. Главное, только чтобы он сейчас не сбежал. То есть, если сбежит, я тут буду, короче, состоять как дурак. Ждать непонятно чего, непонятно зачем. Это, конечно, будет просто эпик фейл. А тут, интересно, есть такой пункт, как автобусы? Вот очень хорошо. А, нет, прибежал, надо же. Хорошо. Да, да, там наш. Да, да, наш. Такие все добрые, друзья. Здравствуйте, я в шоке был. Чё, отстегают? Да, как обычный. Да, все недовольный. Самогоннички и все это вроде. Да, мы сегодня повязали там четверых, на нее КПП объезжали, менты по ним стрелять начали. Я их просто засунул вертолет и увез на полицейское участок. Правильно сделал. Ну, ну, просто знаешь, как бы это, походу людей бомбить тех, которых там ловили. Вот они бомбили. Да, да. У до порядочных никогда не бомбили. Один, один только сказал, что, ну, чё там ДНД, они же там помогают. Другие-то гомбили. Не-е-е, вы чё, не самогон. Ты знаешь, что я тарал? Ира. Офигеть вообще. Вообще шикарно. Думаю, вот если сейчас вот здесь буду развиваться на проекте, то хочу быть тоже либо полицейским, либо вот, соответственно, преступников ловить. Товарищ, если у тебя сейчас такое мнение, то реально, я думаю, что с вас выйдет хороший гражданин. Вот, ну, решать вам, куда пойти, мы будем рады таких здесь строить себя. Да, у себя в рядах. Спасибо, спасибо, приятно очень. Я подвезу, сейчас машинку куплю. А, погодите. Ага, говорите. А машинку здесь купить можно, да, получается? Это обычные машины, грузовые здесь нельзя купить. А, так я имел в виду, что мне обычно нужно. Я же встретился с товарищем полицейским, он мне расклад объяснил, что вот для начала, как бы, да, нужно мне машинку здесь посмотреть, прицениться, прикупить, лицензию получить на вождение машины, приобрести кирку, вот. Ну, он там еще денег подкинул приличное количество, я бы удивлен вообще, я думаю, что это такое, не успел прийти, уже вот так относятся отлично. Я в диком-диком восторге. Значит, машиночку здесь, да, можно взять? Ну, вот, подходите, выбирайте авто, давайте я помогу тогда. Вот, выбирайте авто. Ага. Смотрите. Кнопочка вин, да? Нет, нет, вы выбирайте на мышке и крутите, а там будет автомобильный магазин. Нажимайте пробел. Вас переносит в виртуальный магазин авто. Нашел. И выбирайте свою машину. Так. Для начала вам подойдет там вас 2103, но если у вас побольше денег, то лучше всего, вот сколько у вас сейчас на счету? 250. 250 тысяч, ну вот, газелька, вместительность, багажника 100, можно газельку, мне кажется, купить, можно купить вообще КамАЗ, замок, я вам даже могу помочь с покупкой. Буду только рад. Ну вот, давайте я вам сейчас, я куплю машину себе, потому что у вас 300 XC. Ага. Сейчас выиграю. Вообще, да КамАЗ ехать, разъезжать ты просто прелесть какая. Сейчас я свет выберу авто. Ладно, все, купил авто, пойдемте в мою машину. Ух ты, ничего себе точило. Так, надо садиться потихонечку. Ну, выглядит очень классно. Спасибо. Сейчас поедем, я вам покажу. Вот очень интересный такой вот, у меня вопрос наклевывается. А вот здесь не пробовали организовывать, допустим, транспортные перевозки, то есть водители автобусов, делать автобусы? Нет, здесь есть таксисты на автобусах ездят, да. Организовывают такие, там, на важные мероприятия. Ага, ну это вообще замечательно. Да, у нас сейчас губернатор, Волк зовут его, он сейчас сидит вот там вот на центре Ковалы и говорит с обычными гражданами, и вы, если хотите что-то ему сказать, он вас, ну, выслушает, все он объяснит и расскажет. Ага, буду знать. Ну, вы сами знаете, что без добра нет узла, так что на нашем мусоре также находится очень много бандитов. Это да, это мне уже рассказали, что если кто-то начинает подходить ко мне близко при добыче меди, лучше отходить подальше. Да, или вызывать сотрудников полиции, или других гражданских мероприятий организаций. Вот, пойдемте, увидим. Ага. Так, пойдемте вот сюда. Ну, вот, понятно. Магазин грузовиков. Вот, магазин грузовиков. Так. Первый грузовик-фургон. Это газелька. Она вот тоже вот стоит. Так. Буквально чуть-чуть дороже, чем обычная. Ага. Вот, потом замак идет. Так, ух ты. Потом идет замак крытый. Ну, вот смотрите, вот у газельки-фургон 150 вместительных из багажника. Вот, у замакарка этого еще больше. Ну, да. Вот. Ага. Тогда лучше выбирать то, где больше вместительность, да, получается? Да. Лучше делать больше вместительность. Так. У меня есть отличная идея. Слушаем. Хотя, сейчас, сейчас, сейчас не буду его. Вот это вообще мощь. Ну, это такие здоровые, здоровые тачки. Отличная идея. Балдеть. А, с этой идеей исполнится у вас. Так. Сейчас. Обалдеть. Вот это точило. Сейчас, сейчас, момент. Я вам, давайте, я вам подарю, вон, видите, транспортер Tempest. Вместительность 400. Для новичка очень, даже, очень большой вариант. Да вообще шикарный вариант. Сейчас я сбегу до банкомата. Да. Всем игрокам от полиции. Всем спасибо за участие, оценку, ивенту и пожелания вы можете оставить в разделе для ивентов. О каком ивенте вообще речь идет? Я не понимаю. А что это тут? Тачка такая раздолбанная. Или это просто чисто декоративно так тут сделано для атмосферы? Не удивлюсь, если так оно и есть. Просто прекрасно. Бывает такое, да. Ну, конечно, так. Что-то тут подглючивает, периодически подглючивает капельку. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вот вам наблюдать за этой игрушкой. Я вот, например, в диком восторге. Для меня это очень-очень круто. Вот эта вся ролевая модель. Вот это вот взаимодействие. Так, я сбегу до банкомата. Сейчас. Вот, машинка. Ух ты, какая прелесть. Обалдеть. Ключи наверх. Вот так? Не-не-не-не. Вы наводитесь на меня и прокручиваете колесико мышки. И там появляется показать паспорт. Так. Вот. Теперь вы показали. Сейчас. А здесь вот, а здесь паспорта их с какой целью показывают? Ну, и когда полицейские требуют, я понимаю. А вот друг другу здесь очень часто показывают. И интересно. Нет, вы можете, вот, например, я вот с гражданской группировки. Вот мой паспорт. Там жетон. То есть народное ополчение Алтиса. Ага. Я вот могу к вам подойти. Вот я вот буду ехать на любой машине. Я буду обязательно вооружён как-нибудь. Я вот так и подойду и скажу, здравствуйте, народное ополчение Алтиса. Вот мои документы. Показываю документы. Я говорю, вы не бойтесь. То есть мы миротворческая организация. Спрошу, попрошу, во-первых, ваши документы. Скажу, чтобы, ну, спрошу, куда вы двигаетесь, ничего нет ли у вас нелегального и всё. И отпущу вас. А если, допустим, кто-то везёт нелегально, вы имеете право досмотра провести, да? Да. Мы можем спросить вот... Ну, вот, если вы ведёте себя очень подозрительно, мы можем попросить вас досмотреть ваши вещи. И вызвать полицию. И она тогда уже за вами отдельно займётся. Вообще ништяк. Благодарю. Очень-очень информативно. Так. Давайте я сделаю так, чтобы этот МП стал полностью вашим. Проследуйте за мной. Чтобы, так сказать, эта машинка была полностью ваша. Конечно. В машину. Умеете давить? Не, её сначала открыть надо. Я видел, там комбинация клавиш нужна, по-моему... Видите букву Г русскую? Да. Нажимайте. У вас такой щелчок, да? Вот. Да. Сели? Перед, давай. Всё, сейчас. Слышите за мной. Конечно. Так. А с камерой что здесь-то? А, вот всё. Всё, понял. О, надо немножечко будет кнопку голосовых сообщений поменять. А то получается, что одновременно кнопка голосовых сообщений на приближение камеры идёт. Что не совсем удобно получается. Не совсем то, что надо. Ой-ё-ё-ё-ё, разгоняйся-то как шустро. А тут можно как-то от первого лица сделать обзор? На какую ещё раз? Плохо слышал. На какую кнопочку? А, вот смотрите, вы зажмите Shift-End. Угу, это... Вы приглушили звуки бирушами. То есть, вы будете ехать на Tempest и будете, ну, не очень сильно вам мешать его двигатель. Ага, то есть, Shift-End это для того, чтобы можно было переговариваться прямо на ходу, да, на машине? Ну, не, просто чтобы звуки были тише, чтобы голос был отчетливо слышен, а звуки были тише. А, это касается, чтобы я слушал вас, допустим, да, вы меня? Да, да, чтобы было удобнее. А как мне обзор камеры поменять, а то от третьего лица не очень удобно. Enter правый. Enter правый. Ага, спасибо большое, всё, сажусь в машину. Всё, отдевайтесь. Так, Enter правый. Ооо, так. Ооо, так слышно лучше. Так. Чё-то медленно как-то едет. Не понимаю я. Чё такое-то? Чё происходит? Почему такая скорость медленная? Так. Чё-то еле-еле плетётся. Так, тормажут. Меня слышите? Да, слышу. А, когда едете, нажимайте ещё на шифру, будете быстрее двигаться. Спасибо. Вот теперь понятно, в чём дело. Почему так медленно? Так, ну, зажал. Ага. Вот, пошло ускорение. Ооо, да, теперь понятно, как здесь с этим дело обстоят. Опа. Аккуратно. Сложно, да. Сложно управляться от первого лица, конечно. Но гораздо атмосфернее получается. На порядок. На порядок. Но всё равно, мне кажется, это уже скорость такая непосредственно у фура. Тут лучше никак не сделать. Единственное, я только не понял. Shift плюс Enter. Как здесь делать так, чтобы... Озвучка была такая. Более. Более слышно. Ой-ой-ой. В гурку прям так это вообще. Жесть. Еле плетётся. Еле плетётся, конечно. Но тут уже приходится чем-то жертвовать. Либо чтобы был объём грузовой отличный. Либо, соответственно, чтобы машинка быстро ездила. По-любому только так выходит. Ну, надо будет заниматься грузоперевозками, получается, с такой-то машинкой. Немножечко палец устаёт, конечно. Всё время жать Shift. Так, ну тут, наверное, можно будет сейчас уже разогнаться. Хорошенечко так. Аккуратнее. Ох. Вот это, конечно, да. Вот это, конечно, было только что мощно. Осторожно, осторожно. Тут главное сейчас не врезаться. А то, я чувствую, придётся тут техпомощь тогда вызывать. А это уже, ой, как... А это уже, ой, как нежелательно. Вообще сейчас не совсем понимаю, куда мы едем. Ну, ладно. Сейчас определюсь как-нибудь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин. Прелесть какая. Так. Лучше здесь развернуться немножечко. Так. Осторожно. Вот. Да, тут надо привыкать. Надо привыкать, конечно. Тяжеловато кататься на такой фуре, получается. Так или иначе. Так. Куда делся ты? Сюда, что ли? Нет? Чуть не понял. Где он есть-то? Так. А где есть-то? Куда он подевался? И что за прикол? В чем фишка? В чем суть? Ага, вот он. Я уж потерял. Думаю, что творится-то вообще? Куда уехал? Видать, быстренько так. Машина, да. Машина маневренная, получается. Все гораздо быстрее. Так, ну тут можно уже снова такой сделать обзор. От первого лица. Приехали? Неужели? Так, надо вылезать. Выйти. Да. Ох, думал потерял. Вот, видите? Скупщик был. Заходите. Скупщик был. И тут у транспорта МПС. Перебивка 92 тысячи. Сейчас. А у меня 60 пишет. А, нет, перебивка 230 тысяч. О. Так, я вам дал столько. Так, у вас сколько сейчас тысяч? Сейчас скажу, посмотрю. 252 в банке, 95 в кошельке. 295 в банке, 95 в кошельке. Так, сколько вы еще рассказали? 295 в банке. Не, 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 стоит. Так точно. Так, ну потом. Еда там. Сколько стоит, я говорю, перебивка у вас? 230 тысяч. Сейчас я вам привяжу. Так. Фляжка. Так. Так. И. Тактический бекон. Утоляет голод. И утоляет жажду. Фляга. Угу. Так. Ну вот кушать и пить. Ну не особенно-то хочется сильно персонажу. Ой. Просторы. Какие просторы. Просто великолепно. Просто великолепно. Просто в восторге. А куда он укатил-то? Куда-то далеко, видать, уехал. А что значит перебивка? Перебивка это значит, чтобы машина стала уже стопроцентно моей. Окей. Да. Чтобы можно было уже стать ее полноправным обладателем. Ну так это вообще прекрасно. Он, наверное, уехал в банк куда-то. Так. Так. Надо посмотреть вообще, куда. Куда мы уехали. Так. С кубкой перебивка автомобилей. Ой, как далеко-то уехали. Жесть. Ну ехали долго, потому что, во-первых, маршрут для меня такой не особенно известный. И, во-вторых, потому что сама по себе машинка не столь быстрая. Так. Ну, может быть, это что такое? Не совсем понятно. О! Вон он. Быстро как справился. Ничего себе лихачит. Так осторожно. Сейчас он. Так. От первого лица мне, кстати, больше нравится играть почему-то. Покажите еще раз паспорт. Вот так? Во. Ага. Я вот не понимаю, то ли нужно нажать на колесико, то ли прокрутить его просто. Прокрутить и там пробил нажать. Угу. Так, с этим определился. Что для деньги? Да. Спасибо огромное. Перебивайте. Перебивка, она для того, чтобы уже машинка полностью моей стала, да? Так. Хорошо. Сколько получается? Да, все хватает. Перебить. Перебиваем. Транспорт. Ох. А что так медленно? Что-то как-то совсем медленно это происходит дело. Я даже удивлен немножко. Сейчас. Ну, надо подождать, да. Так. Перебивка, она, вот я, ну, предположить, допустим, для чего это сделано. Допустим, если дело там, если преступник это делает, то получается, это делается для того, чтобы можно было тачку прихватизировать. Ну как? Потихонечку процесс идет. Почти уже готово. Давайте сейчас тогда все? Да, конечно. Все, этот транспорт ваш. Огромное спасибо. Так, давайте сейчас мы его спрячем, чтобы я вас довел заковал и объяснил вам все подробнее. Хорошо? А что спрячем? Ну, это пест. Он у вас появится в граже ковалу, не волнуйтесь. А, понял. Во время бури, как только буря проходит, у вас транспорт он исчезает и появляется потом в граже. Можете не волноваться за него. Ага, отлично. Все, перебивка закончилась. Сейчас давайте спрячем его. Стойте, тут я его спрячу. Интересно, а если это уже мой грузовик, то как он его может прятать? Ну, наверное, у него особый право есть, потому что все-таки, ну как, как там, гражданское движение или как там называется? Что-то куда-то повез его. Где он его хочет спрятать-то? Где-то там в горах, да? Да, похоже на то. Наверное, для того, чтобы его не могли своровать транспорт. Получается. Ну, с другой стороны, можно было бы и сейчас просто доехать тогда. Все это сделать. Нет? Как далеко-то он его увез. Ну, отсюда уже, да, отсюда уже не видно даже вообще. Интересно, сколько он тут бежать теперь будет. Да, персонажи, конечно, мне нужно одевать и одевать. Просто невероятно. Просто невероятно долго. Ух, бывает же такое. Случается. О, быстрый какой. Обалдеть. Все, спрятали мы вашу машину. А, кстати, может быть, надо было мне просто довести ее до гаража или не обязательно? А, потому что это долго будет. Я боюсь, что это будет долго и мы не успеем. Да, я понял. Хорошо? Конечно. А на какую лучше кнопку сделать общение? Потому что я нажимаю, у меня кнопка та, которая, получается, увеличивает обзор. На мышке? Или где у вас? У меня нам 0. А, ну, 0. Вот у меня... У меня на мышке есть кнопки боковые. И у меня также идет разговор на увеличение. Ну, я привык, так что не волнуйся. Это как-то, ну... Не суразно. Это привычно как-то. Опа! Аккуратнее. Конечно. Так, вот видите, пришло сообщение, что осталось 15 минут до бури. Как только 5 минут до бури, то выключаются все магазины. Вот поэтому, если бы мы сейчас ехали с вами на Tempeste, я боюсь, вы бы до магазина не успели. Да, теперь я понял, в чем суть. Обалдеть вообще. Ну да, тут машина прям термоядерно несется, с огромной скоростью. А вообще, если вы хотите помогать гражданским, там, вступить в какой-нибудь, там, ну, например, в нашу организацию Народное ополчение Аутиса. Так. Но в данный момент, сейчас, у нас идут самые низкие критерии на острове. У нас надо, чтобы вы пробыли просто на острове 2 недели. Угу, замечательно. Часов в игре нам не требуется, возраст больше 18 и все. Ну, по этим критериям я с лихвой подхожу. Ну вот, 2 недели и все. А ваша задача, получается, вообще, если коротко, то она какая? Мы являемся помощниками, вот, ну, вы сами видите, что мы помогаем. Так, что-то беспредел. Да, я смотрю, тут фонарные столбы валяются, деревья поваленные. Да. Мы помогаем гражданским, вы сами это убедились. Да, вообще, просто доволен до ушей. А, то есть, мы убиваем преступников в основе? Припакуемся сейчас. Да, ребята. Воу, слушаем вас. Да киньте, а, братцы, на пальцах участка. Ой, у меня, по-моему, мест нету, ну, попробуйте сесть. Открыто? Да, 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 да. Сядет сейчас. Да, нет места. Кажданину помогаю, извините. Так, все, открыли, пойдемте. Зачем закрыть? Так, вот, смотрите, это универмаг. В нем, вот, пойдете. Вот, открывать универмаг. Здесь вот, компас, пляжки всякие, вот, там, вот, например, пролистывайте вниз. Так. Вот вам кирка, потому что дорогая она у вас, вот, берите кирку, вот она. 15 тысяч, которые, да? Не, вот, 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 на земле я вам купил уже. Огромное спасибо. Чтобы убрать кирку, shift H или русская R. Все, она у вас убралась за спину. Супер. Теперь, теперь вам понадобятся ремкомплекты, которые я вам личные отдам. А, ремкомплекты, извиняюсь, вы на вожжение от одежды. Пойдемте, сначала тогда в бутик Булюса съездим. Пойдемте со мной. Ну, у вас есть грузовой транспорт и кирка, а это уже главное. Сейчас купим вам одежду и все. Отлично. Вы будете как истинный гражданин Форс Раупс. Ну, вот это да, вот это вот замечательно. Ну, как вы поняли, Ковал это центр у нас. Хоть и у нас в столице считается Пиргас, но у Ковалев много народу всегда. В Пиргасе нет. И запомните, дальше ДП-1, знаете, а вот, ну сейчас я вам объясню так же. Пойдем к бутику Булюса. Вот, заходите сюда, за мной. Вот, подходите к бутику Булюса, покупайте одежду. Так, секундочку. О. Так, партизанская экипировка. Мне нравится на самом деле. Но, можно чем-то такое более взять. Более чем-то такое. Хотя. Партизанская экипировка, где она? Партизанский комбинезон. Вот. Даже, даже вот такая вот, нормально. Так. А вы можете это, сразу кучу выбрать и купить, между ними. А сразу это имеется как в виду? Ну и рюкзак купить, и шапочку, и все. Так, тут бы еще разобраться. Что-то как-то странно. Рюкзак стоит 10 тысяч. А, понятно, пишет, итого 15. Что-то я еще купил, видать, там. Это как-то отменить. А вы выйдите из бутика и зайдите. Вот. Смотрю, вы купили. Ага. Так, подойдите. Так, вот смотрите. Вам понадобятся винты. Вот, видите. Так, ухольчики. Так, то все в рюкзачок. Макляшка я вам дал, еду дал. Так, возьмите хирургический наборчик. О, ух, две штучки. И ремнаборы, чтобы чинить автомобиль. Вообще снарядили по полной программе. Ммм, я думаю, вам понадобится газировка. Ага. Пару штук. Так. Все взяли. Так точно. Так, теперь вот сюда. Так, ну-ка. Да, там магазин лицензии. Здесь продаются лицензии на переводку меди, там, что-нибудь такое. Я бы вам посоветовала заняться медной... Медной... Так, сейчас я вам скажу по ценам, чем вам лучше заняться. Че там так? Ну? Меди, меди... Че-то по меди. Ммм, да. Печально. Там, Боря, сейчас начнется уже. Печать, знаете, лучше... Конечно же, лучше медь, она безопасна. Ну, давайте, покупайте на медь, на медь лицензию. Ага. Только смотрите, когда вы будете делать медь, делайте еще медные ленты, они удорожат вам вашу стоимость. Хорошо, сейчас попробую. Ага, можно его подлечить? Да, конечно. Так, лицензия водителя... А лицензия водителя нужна? Да, конечно. Так, лицензия на медь. Так, лицензия водителя. Хорошо. Так, лицензия на медь. Вот она. Ну, я думаю, на карте написано будет, да? Ну, вот смотрите. Открывайте карту. Видите медную шахту? Так, вижу. Вот, по медной шахте вы двигаетесь вверх по трассе до КПП Ковалу. КПП Ковалу. Дальше по трассе вправо. Видите надпись DP11. Еще правее. DP8. Так. Да, желтенькая, DP11 называется. Да, вижу. Вот, ниже видите, переработка меди. Вижу. А теперь берете, вот видите, DP11. Так. И там дорога идет вверх, такая гравийка. Вверх, 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 вверх. Ага. DP3. И там слева будет производство медных лент. Так. Вижу. Теперь, как только вы переработаете медные лентницы, вы едете опять до КПП Ковалу. И там будет скупка меди и железа. Продаете скупщику, он вам деньги дает. То есть изначально нужно ехать на производство медных лент, да? Ну, после переработки нефти. Ой, меди. А, то есть изначально-то получается куда? В медную шахту. В медную шахту. Ага, в медную шахту, а потом уже вот... Переработка меди, а потом производство медных лент. Да, понял. А потом уже на скупку. Понял. Да. Угу. Спасибо большое. Вы умеете планшетом пользоваться? Да, умею. Ну, вот там вот набираете топ либо полиции в общий канал, либо вот ищите там, например, ДСД, НуА, ВЛ. Вот. Им отписывайтесь. Если к вам подъедут, спросят АФФ, будет надпись, или КРА, или НСБ, то можете со спокойной душой, это повстанцы, которые тоже помогают гражданам. Там, если какая-то есть, ну, интересное что-то, то вы можете поговорить с нашим губернатором, он вам может что-нибудь помочь. Спасибо большое. Ну, вот как бы так. Вот и все. Так. Ну, сейчас поверю. ТМПС ваш стоит на месте, его никто не угнал, никто не взял, так что его не перебьют, он будет у вас гража. Понял. Вот. Как-то так. Больше ничего не могу сказать вам. Хорошо, спасибо большое за помощь. Вы умеете пользоваться стенгазетой? Нет. Это форум нашего, ну, сервера. Называется, вводите в поисковике экстрема, ну, экстрема клуб, клаб. И там высветится, там, зайдете на страницу, будет надпись форум, зайдете на форум, зарегистрируйтесь. Там будут отделы, там, ну, а также народное ополчение, ФСД, там, ну и остальные. Как только, вот, вы можете две недели провести, так же на острове, можете записаться в народное ополчение, потому что будет у нас открыт набор. Отлично, понял, спасибо большое. Все, до свидания. Всего вам доброго. Запомните мой паспорт сейчас еще раз. Все. Запомнил. Все, если что, обращайтесь. Хорошо, спасибо, всего доброго. Все, до свидания. Вот такая вот игрушка, замечательная, вообще, просто великолепная. Я в диком, диком восторге. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь в подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.